Всем привет! Сегодня с утра я был занят, поэтому я не смог нормально позавтракать. И я поэтому решил объединить завтрак и обед. Для этого я пошел в самый поблизости супермаркет и хотел купить... Ну, папа ходил в разные заведения, ресторанчики и решил остановиться на такой кафе, где можно выбирать себе еду сам, то есть ты ее видишь, а потом выбираешь. Я выбрал такой суп, такую картошку. В общем, суп сделал непонятно из чего, он какой-то склизкий, но кушать можно. Просто надо на него не смотреть, а кушать вслепую. А вот картошечка с мясом, это действительно вкусно. Хотя она полухолодная, но человеческая хотя бы еда и ее приятно кушать. Вы сюда заходите на картошку и кушайте. Выбор еды для меня сегодня оказался гигантской дилеммой. Потому что я как бы не подлапоткал, мне надо было и плотно покушать на обед. И я пришел в супермаркет, чтобы выбрать себе хорошую еду. Я выбирал ее где-то час, ходил по разным заведениям, смотрел их меню, цены. Просто здесь реально как бы дороговато кушать. Ну как дороговато, для украинцев дороговато. Вот, поэтому я тщательно выбирал. И я считаю, что мне повезло, потому что я выбрал картошку с мясом. Я очень рад этой еде. Вот, сейчас еще пройдусь по этому супермаркету, посмотрю это что-то как. Вам, может быть, что-то интересное покажу. Прошелся немного по супермаркету этому, ну как супермаркету, по торговому центру. Посмотрел, тут много разных брендов. И есть нормальные, есть китайские. Вот, зашел в Starbucks. Короче, там самая длиннейшая очередь, которую можно было здесь найти. И я видел какие-то чанки или кто там с глаза, в общем. Увидели этот Starbucks, просто вот так вот глаза раскрыли как будто европейцы. И побежали к этому Starbucks. Такая же очередь у них возле Burger King. Короче, еды здесь дофига. Но каждый раз подхожу к лоточку с едой, не так называть. К маленькому ресторанчику с едой. Подхожу, смотрю и понимаю, что не стоит мне туда туда пробовать. Потому что тут все очень непонятно. Очень много где я вижу каких-нибудь там осьминогов или еще чего-то. Вот я пока еще боюсь рисковать. Вот. А сейчас я вам покажу, как выглядит этот торговый центр. Ну, один из его корпусов с верхнего этажа. Ну вот, в общем, здесь семь этажей вверх и четыре этажа вниз. Под землю уходит. Короче, он просто гигантский. Таких корпусов здесь два. Между ними проходят какие-то эти мосты. В общем, он просто огроменный. Вот. Так что здесь может провести даже не один день. Пойду, поищу себе какие-нибудь еще ванны принадлежности. Тот же вид, только снизу. Это главный вход. Ну, такой вот он здоровый. Короче, нашел Левис. Во-первых, у них все эти джинсы сделаны в Японии, а не в Америке. А во-вторых, я не смог найти ценников, а продавцы не говорят по-английски. Здесь вообще практически никто не говорит по-английски, но это ужасная песня. Как можно? Вам пришло столько туристов, а вы не говорите по-английски. А, вот. Еще. А, я заходил в магазин Adidas. Кроссовки. Около 600 юаней. Ну, это было бы очень дешево, если бы курт был один к одному. А так-то далеко не дешево. Какой ажиотаж? Наверное, какие-то суперскидки. Ладно, пойду искать Watson. Ватсонс. Ватсонс прям как в ничуге. Поблокал я в этом супермаркете. Вы знаете, 11 даже. Это многовато для того, чтобы искать мочалку себе. В общем, зашел я в Watson. Там мочалки не было. Ну, может быть, была какая-нибудь фиговая. Я не хочу фиговую. Сейчас я буду идти в сторону универа. И уже раз будет сегодня солнечно, пытаюсь вам снять свою территорию. Территорию нашего университета. В этом заведении я вчера завтракал. Вполне себе ничего. Меня принесли такое бедро этого супа с лапшой и каким-то там мясом. Все достаточно вкусно. Я таким деревянным половником хлебал юшку. А остальное надо было есть палочками. Ну, короче, пока еще не привычно. Эта лапша соскальзывала. Неудобно. Приходилось там извращаться понемногу. Но зато вкусно и питательно. Сегодня вечером, кстати, хочу поужинать в суши. Потому что, как мне кажется, это хоть немного полезная еда. Просто не успешно с жареным и жирной китайской кухней. Которая... Ну, не знаю, мне пока еще от нее не тошнит, но... Вскоре, вскоре все будет. Вот, кстати, я хотел бы показать возле огромного футбольного стадиона. Здесь стоят баскетбольные кольца. И можно рубить. Здесь заплатилки, открывают кольцо и можно рубить. Здесь четыре баскетбольных поля получается полноценных. Очень здорово. Забыл вам рассказать про свой удачный улов. Относительно удачный. Я просто, пока искал мочалку, нашел очередной какой-нибудь странный продукт в Китае. Я купил себе мятный спрайт и яблочную фанту. Там, конечно, еще была дыневая фанта, но я как-то не захотел ее брать. Когда-нибудь попробовал, конечно же. Вот. Что по поводу Шанхая и, по крайней мере, того района, в котором я нахожусь. Я, ну, читал, что Шанхай, он очень европеизирован. Здесь, ну, очень мало ощущается китайская культура. Но, по крайней мере, я себе так его и представлял. То, что вы сейчас все видите на камере, вот я именно так все себе и представлял. Не больше, не меньше. Абсолютно современный город. И здесь, как по мне, китайщины больше, чем обещали. Вот здесь все написано на китайском. Английский дубляж практически отсутствует. Вокруг они китайцы и очень мало европейских видов, по крайней мере, здесь, в моем районе. Кстати, живу относительно близко к центру. От меня до главной набережной Шанхая 6 километров. То есть, считайте, что я центровой пазан. Вот, я и хотел еще вам вчера показать наш университет, нашу территорию, но уже было слишком темно и камера не затянула. Кстати, вот там вот, где куча деревьев, находится огроменный красивейший парк, который сейчас закрыт. Его обещают в 2015 году. Он сейчас закрыт на реконструкцию. Вот это вот главный вход на нашу территорию. Главное, так сказать, ворота. Здесь, кстати, идет ремонт. Они перекладывают тротуар. Надеюсь, скоро будет красиво. Сегодня, кстати, появился один из самых жарких дней. Ну как, я тут всего четвертый день нахожусь. Но все равно один из самых жарких дней. Мне нравится, что здесь очень зелено, очень много деревьев, трава, пальмы. В общем, достаточно комфортно, красиво. Там, кстати, есть один такой небольшой небоскребчик. Там, как мне сказала Кристина, печатают книги или что-то типа того. Считается очень престижно для университета иметь себе такое здание. Считайте, что крутой университет. Здесь у нас находится фонтан. Кристина говорит, что его включают только в дождливое время. Короче, когда идет дождь, его включают в основном. А внутри рыбки плавают. Хотя я не знаю, как они там выживают. Вода такая зеленая. Кстати, вот сегодня завезли сюда мешки. Будут, наверное, рассаживать траву. Справа находится у них актовый зал, если можно так назвать. Где там вручается диплом, обычно типа того что-то. А справа находится общежитие для китайцев. Как любит Артемка, там живут по восемь человек в одной комнате, а то и больше. Вот. Здесь машины, конечно, часто гоняют. И я не знаю почему. И здесь часто находится много красивых и протонных машин. Есть на что полюбоваться. В общем, здесь находятся разные корпуса. Я пока еще с ними не знаком. Надеюсь, вскоре я смогу вам рассказать поподробнее. В этом здании вроде как проходят вещи эти регистрации и остальное. Всякая фигня. Часики. Разное время показывается. Я не знаю. Они, по-моему, по ходу сломаны. Как раз и стоят. Справа вот магазинчик и кафетерий. Вроде тут еще один кафетерий должен находиться, только я не помню где. Кстати, на улицах вполне чисто. Но это не потому что китайцы такие хорошие. Потому что здесь очень много уборщиков, которые делают хорошо свою работу. Китайцы такой принцип. Типа, я могу мусорить, потому что здесь есть уборщики. И они должны делать свою работу. Я им даю работу. Ух, они засранцы, конечно. Я видел, пока они кидают пакеты. Спад чипсы, допустим, или сок. Просто так вот. Кустики. Пофиг на все. Еще китайцы очень любят хоркаться. Ужасная привычка. А еще китайцы считают нормальным пойти пописать прямо на улице. Я уже одного такого встретил. Это просто хана. Кажется, ты знаешь, прогрессивная страна с прогрессивными людьми. Нифига. Это все заблуждение. Слева, кстати, находится спортивное здание. Там есть и бассейн, и качалка, и еще какая-то фигня. Но мне красиво говорить туда не обязательно идти. То есть лучше туда не идти, потому что в городе можно идти чуть-чуть подешевле. Ну не знаю, я пойду проверю. Я направляюсь к стадиону, там футбольное поле, и прямо у меня на дороге бамбуковая роща. Надо сюда зайти. Очень круто. Прикольно, необычно. Вот здесь наверно классно прятаться от жары. Кстати, вокруг дежурят охранники или полицейские. Я не знаю, кто они, но их очень много. Мне кажется, они неплохо делают свою работу. Хотя везде воруют эти велосипеды и мопеды. От этого никто не застрахован. Что-то делать. К моему огроменному счастью в Китае производится Польцваген. И можно сказать, что здесь Польцваген – интернациональный автомобиль. Он на каждом шагу, и мне это не может не радовать. Смотрите, как классно фонтанчик. Ну, я надеюсь, что это фонтанчик. А еще, на мое удивление, здесь дофига американских машин Бьюик. Я их вообще никогда не встречал у нас в стране. Может быть, одну за 20 лет жизни. Вот я вам покажу. Это тупо Opel Insignia. Поменяли фары и перевесили значок. Это уже Бьюик. Нет, конечно, есть такая практика. Я не спорю, но я не видел нормального Бьюика еще. Я проделал такой гигантский путь, чтобы вам показать наше футбольное поле. Здесь двери закрыты. Это такая несправедливость. Вот. Ну, вон, я вам могу показать. Здесь очень часто бегают всякие ребята и девушки в кроссовках. Спортом занимаются, молодцы, надо будет к ним присоединиться. Там одно большое поле, они его делят обычно на пола. Получается, два маленьких поля, и там вещи кто-то рубятся. Ну, в такую же группу вряд ли кто-то будет играть. А еще мне обещали, что где-то здесь есть турнички и брусья. Блин. Я уж так по ним соскучился, что я надеюсь их в ближайшее время найду и позанимаюсь. Воркаутсы, дела. Вот так вот. Сейчас я буду направляться в наш... На нашу общагу. Покажу вам холл, главный вход и... Лив, наверное. А вот, кстати, классический Бьюик. Типичный Мирикос. Кто их здесь покупает? Типами. Смотрите, это Ферролела Чети. С значком Бьюик. Ну вот, смотрите, мы поняли значок у тебя новая машина. Ох, они меня интересуют, в общем. А, кстати, на счет обычных машин, типа Volkswagen, но очень есть... Очень много моделей Volkswagen, на которых я не знаю. Видимо, они выпускают столько для внутреннего рынка Китая. А, не сказать, что я об этом жалею, что я их не знаю, потому что они такие все стрёмные. Ну, скажем так, не супер. Это главный вход в мою общагу. Прямо из дороги, поэтому так шумно. Вот это. Дракон. Крутящиеся ворота здесь. Они работают. Ну, я не знаю. Они просто выключают. Это главный вход. Вот. У меня осталось всего лишь 15 секунд на карточке, поэтому я вам практически уже ничего не успею показать. Теперь придется монтировать все это дело. Вот. А здесь у нас находятся лифты.